Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Реэ» — «Смотри». Сейчас мы поговорим, куда нужно смотреть, но до этой главы Мошера Бейну, в общем-то, делает ретроспективный показ от нашего выхода из Египта до прихода границы земли Израиля и хорошо на нас там наезжает и объясняет, что мы делали неправильно. Сейчас начинается перечисление большого количества заповедей или тех заповедей, которые были даны с дополнением некоторых деталей, или какие-то новые заповеди. И начинается этот показ уже со слов «Смотри», говорит нам Муше, это он к нам обращается, «Смотри, вот тебе благословение, а вот тебе проклятие». Но он нам ничего не показывает, а просто начинает длинный список заповедей, казалось бы, абсолютно не связанных друг с другом, ну, конечно, запреты на идолопоклонство, сельское хозяйство, города-убежище, кошер и так далее, как никто нам не показал, что вот оно благословение, а вот оно проклятие. Но на самом деле такая путаница начинается еще гораздо-гораздо раньше. Дело в том, что Мошера Бейну — это не Морфеус, который предлагает нам голубую или красную таблетку, наш мир гораздо сложнее, чем просто разница между черным и белым, и даже разница, чем голубым и красным. Все это началось в момент мироздания, когда Всевышний сделал дерево познания добра и зла и сказал нам, первому человеку, не кушать, он не говорил «не трогай». Он сказал «не кушать», но мы не смогли и покушали. Что же произошло в этот момент? Объясняет Алтаребе в своей книге Тойра Ор, что до греха древа познания добра и зла нам была дана возможность четко определить, вот оно ультимативное хорошо, а вот оно плохо. Мир никак не изменился. Мы обладали определенными инструментами определять, что такое хорошо, а что такое плохо. После этого греха все смешалось в доме обломских, все карты были смешаны, и мы теперь живем в мире абсолютно смешанных ценностей и никогда не можем определить, что 100% хорошо, что 100% плохо. Но Мой Шарабейну, это не Морфеус, Мой Шарабейну говорит нам «смотри и смотри внимательно». На горе Синай нам были даны заповеди, заповеди, которые выполняются в этом материальном мире, тем, что мы готовим курочку на шаббат, тем, что мы зажигаем субботние свечи, тем, что мы не носим шатность в нашей одежде, все в этом материальном мире. Заповеди были нам даны как своего рода лайфхак, как ориентиры, как мы можем одну и ту же вещь использовать для проклятия или для благословения. Все зависит только от нас, когда в каждом действии, которое мы делаем, в каждом слове, которое мы говорим, в каждом мысли, в каждом взгляде, в каждой субстанции, в каждой вещи, в ней заложено как и благословение, так и проклятие. И только наш выбор определяет вектор. Поэтому говорит на Мой Шарабейну «смотрите внимание, в каждой вещи есть и благословение, и проклятие. Выбор остается только за вами». Смотрите внимательно, дамы и господа. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok